Год Джокера Маска Джокера выйдет на первое место, потому что в теперешней современной войне никто не знает, кто выиграет, а кто потеряет. Те, кто планирует выиграть, не выиграют, а и потерять-то никто не знает, что потеряет в этой войне. Во всяком случае, мы ничего не узнаем о том, что задумывалось убийством генерала Сулеймани. А здесь очень много интересных вещей, очень много странных вещей, о которых вам никто не расскажет. Убийство генерала Сулеймани и затем обстрел и падение самолета украинской авиакомпании. И все эти предсказания, которые я сделала в начале года, как раз и легли в то, что я называю точкой бифуркации, точкой взрыва. Взрыва многих факторов, которые должны сыграть свою роль в нашем мире. Мы даже не знаем, в каком мире мы живем, но это все будет играть. Итак, я вам сегодня расскажу о генерале Сулеймане. Посмотрите на его благородное лицо. Очень благородное лицо. По отношению ко всем тем, кто его окружает в международной политике, он, пожалуй, один из единственных благородных, из благородных кровей. Ведь гены, их не купишь ничем, никакими деньгами, никакие титулы вы на себя можете не надевать. Гены, они на лице у каждого из нас. И манера поведения каждого из нас – это тоже наши гены. Так вот, генерал Сулеймане, когда входил в комнату, а там сидело, допустим, 10 человек, то он садился один в сторонке. Он не подходил ко всей группе. Он садился один, и на него все эти 10 смотрели. Потому что было в нем что-то завораживающее, магическое. Мы не знаем, из какой он семьи. То, что дают официальную информацию о его семье друзья – это, не знаю, как назвать. Я просто не берусь даже судить, каким образом можно называть то, что нам выдают за биографию этого самого генерала Сулеймани. Все его поведение говорило о большом достоинстве и спокойстве. Он не старался привлечь к себе внимание, ему достаточно было и так внимания. Он знал, что к нему прикованы взгляды. Он не повышал голоса, и у него был аскетизм. Как говорит нам официальная биография, что он родился в 1957 году в скромной семье провинции Керман на юге-востоке Ирана. И окончил он якобы 5 классов начальной школы, а в 13 лет начал работать разнорабочим. Такие биографии у всех наших высокопоставленных чиновников. Мы с вами говорили уже не один раз на эту тему, и вы должны понимать, что там, наверху, просто так люди не оказываются. Никто его не будет слушать, если он не будет из высокопоставленной семьи. Никто его не будет слушать, если он не будет из семьи с древней кровью. Так вот, если исходить из его биографии, он в 13 лет начал работать разнорабочим. Что такое 13 лет разнорабочим? Где проверишь, где он был в это время? Это такая же ситуация была у Ахметова, украинского, донецкого, когда его Кучма послал на Запад учиться, и с 18 до 28 лет его не было вообще в стране. Никто не знает, где он был, а он учился на Западе. Но этого нигде не обозначено в его биографии. Так же и здесь я не знаю этого человека, я просто смотрю на вехи его биографии. Во время исламской революции 1979 года, будучи 22-летним молодым человеком, Сулеймани начал свою карьеру в военных кругах Ирана. И сразу записался в корпус стражей исламской революции. Это элитное подразделение. И сразу из разнорабочих не пойдет, не примут. А далее у него было 6 недель военной тактической подготовки. Это все, чем он обладает, оказывается, приобретя вот сейчас в таком пожилом возрасте большое уважение к себе и почитание его соотечественников. И Хамени, духовный лидер, хотел его назначить своим преемником. Это как? Это как? Откуда выходят такие люди, друзья? Поэтому я всегда говорю, официальные биографии – это ничто. Зачем они составляются? Я не знаю. Наверное, для того, чтобы не обижать людей, которые стоят ниже по званию, по рангу, а вот этих высокопоставленных, генетически высоких, их специально принижают для того, чтобы не выделять из толпы, чтобы толпа не чувствовала в их присутствии себя некомфортабельно. Из-за рано-ирабской войны, которая продолжалась 8 лет с 1980 по 1988 годы, Сулеймани вышел героем. Уже тогда он возглавлял операции, проводимые за границей страны. Сулеймани возглавил спецподразделение «Аль-Куц» в 1998 году. Эти войска отвечают за проведение спецопераций за пределами страны, поддержание контакта с шиитскими партиями, движениями и вооруженными формированиями в других странах. Поначалу в течение нескольких лет Сулеймани был в тени, укрепляя связи Ирана с шиитскими хезбаллой в Ливане, сирийскими группировками Асада и шиитов в Ираке. И со временем под его руководством войска Аль-Кудз значительно расширили свое влияние в разведывательной, финансовой и политической сферах за пределами Ирана. Несмотря на идеологическое противостояние США и Ирана, в некоторые периоды им приходилось объединяться для борьбы. В 2001 году Иран предоставил США военную разведку для поддержки вторжения с целью свержения талибов в Афганистане. Это то, о чем я вам говорила в предыдущем ролике, о том, что как российские военные чины общались с ним, так и американские военные чины общались с ним и сотрудничали. В 2007 году Вашингтон и Тегеран направили своих представителей в Багдад для переговоров по поводу ухудшающейся ситуации в регионе. И тогда бывший министр Ирака Нурималики боролся с растущим насилием. А несколько лет назад в Иране началась кампания за то, чтобы генерал Сулеймани занялся политикой. Его назвали самым честным и наименее коррумпированным политикам Ирана и призвали баллотироваться на пост президента в 2017 году. Эти призывы, прозвучавшие в интернете, поддерживал даже первый заместитель спикера иранского парламента, отметив, что с анализом политики генерал справился бы не хуже верховного лидера или Хасана Насралы, лидера Хезбалы. Противники этой идеи опасались роста влияния и без того могущественного корпуса стражей исламской революции. За Сулеймани охотились. На него были покушения в 2006 году, в 2012 году. И тогда говорили, что его убили, но он оказался жив. И в ноябре 2015 года также распространялись слухи о том, что Сулеймани был убит. А вот в октябре уже 2019 года Тегеран заявил о сорванном заговоре между арабскими странами и Израилем с целью убить Сулеймани. Во вторник, 31 декабря, в Багдаде американское посольство пытались взять штурмом несколько тысяч человек в знак протеста против американских авиаударов по шиитскому ополчению. Некоторым из них удалось сломать ворота дипмиссии и ворваться вовнутрь. Но американские власти заявили, что ситуация под контролем и персонал дипмиссии эвакуирован. 1 января лидер Ирана Али Хамени выпустил заявление, в котором отметил, что если Иран захочет принять вызовы и сражаться, то будет это делать решительно. После убийства Сулеймани Хамени пригрозил США жестоким возмездием. Он назвал генерала международным лицом сопротивления. И Аятала Хамени назначил новым командующим спецподразделением Аль-Куц Исмаила Каани, бывшего заместителя Сулеймани. И так понятно, что смерть этого человека, здесь вообще как-то все разыграно по нотам было. Путин вылетает к Ассаду, в Сирию. С какой стати? Понимаете, вот эти спонтанные такие быстрые передвижения. Наверное, что-то горело там, я имею в виду, в плане информации. Нужно было мир как-то информировать о том, что серого генерала, в принципе, он уже управлял страной. Серый генерал, потому что Хамени уже стар. И Сулеймани управлял страной. Но он-то человек, видите, довольно жесткий. И не со всеми он дружит. И если у его страны путь вот такой прямой, какой они себе назначили, то он не пойдет ни с теми, ни с другими. Хотя поддержка ему нужна была России. И да, он встречался с Владимиром Путиным. Но это ничего не значит, друзья. Он также встречался и с американцами, когда они были в сотрудничестве. Встречаться с президентами или с высокопоставленными чиновниками других стран, это просто дипломатические отношения. И ничего более. То, что Сулеймани заступался, выступил на стороне России в отношении Асада, да, друзья, это так. Но мы не знаем, кто его предал сегодня. Мы не знаем, кто его взорвал. Мы не знаем предателя. Мы не знаем предателя. Мы не знаем всей ситуации. Я не исключаю, что взрывают свои. Да, по заданию, да, американцев. Или другой какой группы. Или российской группы. Вы понимаете, когда нужно убрать человека слишком сильного, который может выйти из-под контроля, тогда они стоят ни перед чем. Его просто убирают. Поэтому генерал достаточно имел полномочий, чтобы вести свою страну так, как он считает нужным, не ориентируясь уже ни на Россию, ни на Соединенные Штаты. Он шел сам по себе. И он бы мог стать лидером всего Востока. Но поэтому его и убрали. Не любят лидеров сильных, умных и генетически правильных. Таких не любят. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан.